здравствуйте мои любимые мои хорошие сегодня в детской комнате мы отвеселились два часа с половиной прошло я вам говорила что сегодня в нашей стране еще и сад это день отца вот пока наш папа пошел за заказными суши мы предварительно заказали набор горячего горячих суши сегодня побалуемся вот мы быстренько здесь накрываем на стол сейчас вам расскажу покажу что мы здесь такое накрыли кристина уже готова она уже открытку для папа сделал в школе покажи прессе открытку вот так не видно покажи что было видно вот ушел пришел поздравлять он еще у нас не отец ну вот я такую коробочку конфет подарю из петербурга привезла а сандра вот халвы и шоколаду казалось бы странный набор дать для подарков но наш папа очень-очень любит вот такие сладости иногда посидеть погрызть поэтому я думаю что он будет очень рад а сейчас вам покажу что у нас на столе у нас будет вино и у нас будет кое-какая нарезка колбасная не только все сладкое сейчас все покажем и расскажем мы собрали такой небольшой стол хванчкара вино красное достала его из бара муж только что принес суши горячий сандр открыт пожалуйста покажи мне коробочку остальным хорошо вот здесь вот они запеченные горяченькие все у нас это любит вот еще тоже наборчик а тут просто соевый соус вот в петербурге мне подарили вот такую колбаску нарезку смотрите сырокопченая муж сейчас наверно отдельно расскажет про вот эти нарезки это он покупал без меня это надо тоже сырокопченая все этого я не знаю сейчас все нам расскажет покажет а это трюфельная колбаска сырокопченая с трюфелем это из елисеевского из ролика который я смотрели наверно кто-нибудь вот а это торт сейчас в кондитерских очень много продается тортов тематических то есть там галстук пиджачок там типа папе и сана папуле и так далее ну вот мы такой купили ну что кристина устала на горке прыгать а еще праздника еще уроки да ну вот что же делать так ну давайте пока накрывать будем сейчас папу поздравлять вон у нас открыточка шоколадки все у нас готово приглашаем папу приглашаем папу будем его поздравлять но вручай кристина вручай вручай на скажи вот обнимай скорее папу да вот так не поздравлять с чем на что за день такой какой день карстина рождение у папы да ты стоишь в очереди маркиз какой день отца скажи просто так следующий маркиз я так понимаю маркиз ты пропускаешь поздравление ли что вот все папу наш любит сладенькая поэтому так вот и ай а вот это а это от меня специально из петербурга такая коробочка приехала к себе на на день отца да ты хороший папа с праздником давайте садиться что-нибудь вкусненькое возьмем ага поселок так садись куда ты хочешь на этот стульчик на этот какой тебе нравится больше мне до того что давай садись сюда у нас значит вина есть вот папа будет читать ну вот и пушок присоединяется к поздравлениям у маркиз занял целый стул к маркизу только стулья в доме нету если каждый будет на стуле к 1000 так маркиз ты уже занял местечко да ну вот папа мы поздравили и теперь за день отца мы поднимаем бокал за папина здоровья хорошего красного вина детки поднимают морс ну а нам сегодня можно по бокалу по бокалу выпить с праздником всех кто празднует еще день папы мы будем пробовать суши даже не знаю честно говоря как и что за название кристина уже пробует маркиз занял мой единственный стул маркиз а мне куда сесть баловник ты наш ну как вкусно кристина тебе нравится кристина руками вкусно кристина 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 нравится это суши да сандра не пробовал еще но давайте попробуем а тебе вина нравится давайте попробуем вот эту колбаску сырокопченую из елисеевского ну-ка попробуй с трюфелем это которая та самая до из ролика елисеевский магазин вот запах очень специфический да запах очень странный как будто сырой какой-то да странный и маркиз и пушок все у нас участвуют в празднике так конечно вы главный поздравлятель я так понимаю ой мальчишки ну чем же вас угостить а баловники вы наши рыбкой суши рыбкой суши вы говорим вам креветку и суши ай-яй-яй-яй вот так что у нас все-все за праздничным столом вот суши у нас разлетелись на ура они запеченные вкусные очень теперь муж хочет показать нам презентации что это итальянская вяленая ветчина вы выдержаны в морской соли в течение 6 месяцев тонкая похоже на хамон испанский нож где вы какая-то она тонкая она смотри на свет я почти вижу я почти в каждом у каждой нарезке есть своя вот эту пленочка а на пленочке да то есть я снимаю на пленочке вот эту на как бы такая вот прокладка короче похож на вообще хамон тонкая тонкая обществу называется вяленая ветчина не соленая вот такая она не совсем и соленая не какая-то голая соли ну вкус у нее такой ну специфический я бы сказал что ее надо не есть а чтоб она таяла на языке да да вот эти вкусно интересно ой открыли вот эту сырокопченую российскую что подарили запах невероятный совершенно очень вкусная колбаска тонюсенькая тонюсенького там не на тарелке тонюсенькая совершенно запах и вкус необычайно совершенно непривычный необычный к обычной колбасе с красным вином и не сильно соленая сегодня у нас общем вечер дегустации получается очень вкусно она очень вкусный аромат стоит давайте пяту попробуем это что такое рассказывать это эстонская сыр и копченая колбаса причина вернее это не нужно это свиное филе филе до свиное филе сыра копченая это уже эстонское производство потолще но вкус тоже лучше все коты здесь конечно при таких запахах и колбасах только котики вокруг бегают посмотрим что тут тоже тоненькая тоненькая но она не такая тоненькая конечно как-то с красным вином очень вкусно вкусу совершенно уже другой вкус уже то такая была вяленая скажем соленая реально это все-таки такая вот как копченая такая толщина все-таки уже толще скажем так скажем даже как очень тонко нарезанная они перед нами да давайте попробуем что это совершенно другой вкус очень другой вот это чувствуется вкус сразу копченый да уставочка вяленая соленая вяленая а это именно копченая чувствуется как-то больше на мясо похоже да у нас совершенно необычный вкус у всех трех и у питерской вот это очень совершенно вкусного и вкусовые другие ощущения это скорее не в качестве еды в качестве закуски или даже дегустации вот подвина так подцепить вилочкой очень-очень к столу очень кстати ну что вас тоже всех угощать да а зачем ты его задираешь маркиз ну вот попробовали по всяких колбасок тортик поедет и вдруг детки разошлись у нас полная тишина в квартире как-то все очень устали кристина напрыгалась там в этой комнате вот и коты устали и мы устали и все устали сейчас немножко отдохнем а потом вечером у нас опять уроки мы еще не все с кристины вчера сделать так что работать работать вот такой небольшой праздничек у нас получился спасибо что были с нами ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч